Приветствую вас, дамы и господа, с вами Рирс, это игра Бог Войны Рагнарёк. Ну а для начала я расскажу, почему вам нужно подписаться на мой Бусти. Бусти это аналог спонсорства Ютуба, только с расширенным функционалом. Например, возможность публиковать эксклюзивный контент. Сейчас выходит прохождение Бога Войны Рагнарёк, и все серии сначала проходят через мой Бусти, без рекламы и цензуры. И раньше, чем на Ютубе и на несколько дней. Минимальная подписка стоит всего 29 рублей. За эту сумму вы получаете ранний доступ и упоминания в каждом моём видео. Если хотите поддержать меня сильнее, то есть подписка следующего уровня. Цена 99 рублей. Вы получите те же функции, что и подписка за 29 рублей. Плюс фотографии моих котов, доступ к секретному Дискорду, возможность принимать участие в голосовании за видео и роль в основном Дискорде. Уровни подписки гораздо больше и у каждой есть свои бонусы. Проходите по ссылке в описании и становитесь спонсором этого канала. А ещё оформляя подписку на мой Бусти, вы напрямую поддерживаете меня и моё творчество. Огромное спасибо спонсорам с Бусти, а особенно Тирексу, Николаю Сафронову, Рапторам, Матриксу, Милли и Монстр ФФ. Спонсоры получают весь контент раньше на несколько дней, без рекламы и цензуры. И кучу других бонусов. На Бусти уже есть следующая серия. Подпишись. Сзади меня стоит Тюр. Это значит, что в прошлой серии мы его наконец-то освободили. Отправляемся в наш хаб. В нашу мирную локацию. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдётся приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. А, мы сейчас... Будь я проклят. Эм, понял? Чё, сынок? Сынка, чё сказать хотел? По-прежнему никуда пройти нельзя, да? Ну, пойдём. Ну что, обсудим? Что делать дальше? Нужно всё обдумать. Поговорим утром. Ну ладно. Утром так утром. Спокойно, спокойно! Да! Спасибо. Так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй! Иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешали. Я всё обустроил. О, всё, отдали мне назад. Дай-ка, подожди. Стой. Продадимся. Философ. Давай пока посозерцаем, что за лагерь. Конечно, не Red Dead Redemption 2. С их лагерями и так далее. Ночью я смогу уснуть. Я был уверен, что остались хлебцы. Может, белку вытащила. Закем мне следит только все отца. Какая интересная сапа. Хорошо. Давай апнемся. Левиафан прокачать мы не можем. Посмотрим. Сила восстановления. Тут только силы и восстановления. 29, 36. У нас. 29, 34. Удача будет. Точный бросок, видишь, вызывает оглушение. А здесь мы, когда заряжаем своё оружие, появляется какой-то дополнительный эффект. Я бы её прокачал. И прокачал. Чё? Короче, я бы её прокачал. Сгусток шлака. Каркас воли. Пока я тут ничего улучшить не могу. Подожди. Начнём. По броне давай посмотрим. Гном, мне сталь нужна. В дно у меня сталь. А вот эти ремни могу улучшить. Ого! А я хорош, да? Хорошо. И у нас 91 защита, 35 удачи, 11 живучести. Нормально. Усиление оглушения. На 40% сильнее оглушается. С полным комплектом. С этим комплектом спад оглушения будет меньше. А, ну и всё. У нас только два сетовых комплекта. Остальное всё. Хрень. А, подожди. Ещё камень. Воскрешение. Давай возьмём. За 1500. Я без него буду бегать. Нафиг. Когда будет какой-нибудь усиленный хороший камень, тогда я буду уже разбираться. Дай же. Опыт Кратоса. Хрень. Клик ещё можно прокачать. За опыт Кратоса тоже. Я так понимаю, это просто вливание опыта Кратоса. Бездумное. Ладно, пойдём спать. О чём думаешь, брат? Я думаю, я хочу, чтобы всё было как раньше. Да. А я бы хотел вновь залезть на дерево. Кое-чего уже не вернуть. А Трай в последнее время слишком беспокоен. Я тревожусь за него. Я знаю, брат. Но чрезмерная опека его не убережёт. Парень хочет учиться на собственных ошибках. И как ни горько, но Тюр одна из них никогда не видел настолько сломленных, как он. И его боль свежа. Не требуй многого. Да. Возможно. Жаль, Фрей ещё хочет твоей смерти. Нам бы её в союзнике. Этому не бывать. Да. Я уже понял. Какой хитренький пацан. Подслушивает. А, не спится. Тсс. Не смей так ко мне подкрадываться. У меня есть дела в Нидгарде. Без меня. Я думал, мы напарники. Ну да, но вдруг ты бы не пошёл со мной. Хочу навестить подругу. О, ясно. Хотя, возможно, не стоит этого делать, учитывая, что она хочет тебя убить. Она не станет. Слушай, это здорово, что ты видишь в людях лучшее. Я одобряю. И будет чудесно, если ты продолжишь так делать при условии, что тебя не убьют. О, прикольно. Всё, наконец-то дали за треи поиграть. Я себе, к сожалению, спойлерил этот момент. Позволь предложить другой вариант. Менее рискованный, но тоже способный дать ответы. О чём ты говоришь? Об одном твоём знакомом, которого ты давно не видел. Об огромном знакомом. Йормунганд? Ты его нашёл? Давай покажу. Это всё равно по пути к мстительной богине, что хочет твоей смерти. Заодно ещё раз обдумаем, надо ли к ней идти. Так ты знаешь, где Фрея? Нет, нет. Ну, вернее, да, но... Слушай, давай сперва поговорим со змеем, а потом я не отведу тебя к Фреи. Что скажешь? Хорошо. Старые друзья. Давай проверять, что он может вообще. Пока он просто бегает. Такой... Пи***, конечно. Атрея, лук. Оружие. Способности лучника. А, можно прокачивать. Опыт Атрея, смотри-ка. У нас только один пока что. Броня. Она тоже ничего не даёт. Это просто так. Внешний вид меняет и всё. Навыки. О! У Атрея теперь куча других навыков, смотри. Не зря копил, да? Смотри. Нажмите, чтобы подтянуться к врагу и нести ему сильный удар. При этом на цель будет наложен эффект выбранного типа ронической стрел. Хорошо. Звуковые изрывы вызывает Атрея. Короче, увеличивают радиус действия. И агрессия какая-то есть. Инстинкт стрельба, агрессия. Атака в прыжке. Сбить с ног. Понятно. Понятно. Можно сразу эту купить-то и всё. Звуковые изрывы возьмём. Вот так, короче, закупимся. А, подожди, дальше ещё не посмотрел. Всё, бежим дальше. Ну, вот мы и играем за Атрея. Броньку ему прокачивать не надо. Оружие прокачивать не надо. Хотя нет, надо оружие прокачивать. Но всё, идёт опыт. Боевой опыт тратится на прокачку. Надеюсь, мы будем недолго играть за него. Потому что сразу видно, что он слабенький. Это же всего лишь помощник. Хорошо, что ты прихватил ключик Драсиля. Я выскочил, забыв свой. Ха, уже устал от такого количества гостей? Что? Нет. Просто решил подышать воздухом. И всё. Надеюсь, холод тебе по душе. Может, сперва заглянем к вам домой? Увозди с собой твоего мохнатого пьёса. О, нет. Он может обычными стрелами. Фендрю умер. О, мне очень жаль. Для волка он был тайне... Чистоплотен. Спасибо. Я бы тебя обнял. Но... Зачем нам обоим давить на нервы? Хрена себе турелька. А у него щит даже есть магический. Да, сейчас бы ещё с волком бегали в напарнике, представляешь? Нет, так-то бодренький Атрей. Чувствуется молодая кровь. Ага. Мимо грибцов. Но... Ты поэтому думаешь, что Йормангант рядом? Говорю тебе, чую. Да... С тех пор многое случилось. А мне нужны ответы. Смотри, как он крутится-вертится. Забавный. Хм... Хм... Ну, так что произошло? Смотри. Сундук. Не поддаётся, да? Помолчи. Он его хотел как батя открыть. Но не получилось. Молодой ещё. Неопытный. Подсказки другого цвета стали, по-моему. Отец сказал, когда Фенрид умер, я сотворил заклятие. Но я не знаю, о чём он говорит. Случайная магия? Превожный знак. Съялся! Нужно будет потом сюда Кратосом прийти. Это не всё. Ещё я превратился в медведев. В медведя? И слюни были. Да. Но я не сдержался. Фрейл лучше всех понимает магию. Она поможет. Но не магию, а великана. Ладно. Давай сделаем по-твоему. Огромный ядовитый змей явно безопасен. Он... Ядовитый ядовитый. Ну, забавный, слушай. Ну, это было очевидно, что за него дадут поиграть. Он растёт же со временем. Я не удивлюсь, что он в этой части ещё и полностью вырастет. До взрослого мужика бородатого какого-нибудь. Типа Кратоса замена. И следующая часть будет про Трея вообще. Они же там разрабатывают уже. На ней тоже ходить с ногами. Приятно, верно? Это здорово, Синдрик. Судя, Санта Моника уже разрабатывает какую-то игру. Следующую. Но она не про Кратоса. Скорее всего, про... Атрея. Чё у них? Вселенная рабочая. Развиваю дальше. Используй. Классно же. Не пройти. Откуда вообще здесь рука от статуи Тюра? Пойдём, и я тебе расскажу. Я сейчас. Хм. Гномья работа. Я один не подниму. Разве что с помощью. На меня не смотри. Кто знает, в чём оно? Понятно. Как мы сюда пойдём? А, вон же. Я знаю. А, это камень звука. Но путь всё ещё закрыт. И на этой стороне больше нет. Постой. Я осмотрюсь. Может лучше с другой стороны? Может лучше и так. Так, что с рукой? Тор спросил, что его отца кровавый долг. И... Получил его. Ого, как интересно. Как думаешь, это может случиться снова? Ну, то, что ты станешь медведем и впадёшь в буйство. Хоть бы, хоть бы. Не знаю. Мы тут не одни. Прикроешь? Да они все целиком из грязи. Я их не коснусь. И тебе и не надо их касаться. Мне нравится эта идея. Ну что ж, пробуем. Диафа! Одни в момент. А чё он делает с ними? Диафа! Диафа! Удивительное мастерство! Мне помощь не помешает. Что ж, ладно. Тогда... Получай грязная куча камней! Не тройте меня! О, Синдрик, как грубо! Ты ранил его в сердце! Септун! Помнись туда или нет? Молчу-молчу! Да, вон Сидри может там что-то делать. И каждый раз у него разные заклинания. Вон, смотри. Опа! Опа! уже приказывать надо блин да уж какой нелепый бой а я забываю что можно еще вот так делать прикол все наконец-то спасибо что потратил столько полезных хватит так что-то светится здесь ну сюда нужно уже с кратосом эти как легко он это играючи уворачивается ну вот вы смотри на него ты ведь справишься да или весь талант действительно достался твоему брату а вся сила досталась твоему отцу если я скажу да ты считай согласишься что весь талант у брока просто забайтил его пойдем пойдем почему ты сегодня такой нервный для меня главное заботиться о тех кто мне дорог чтобы с ними ничего меня не убьет а йорман ганда тут скорее всего даже нет и потом я ему нравлюсь он съел меня всего однажды я сделал все чтобы забыть эту сцену ну мы на месте буду ему лук еще прокачать да чтоб покрасивше было не просто палка с веревкой говорил же его нет так может его позвать мы пробовали трубить в рог а я говорю не пророк ну да совсем не странно ничего себе ничего себе а 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 и эпичненько как же он басит лукия фимбулакота леча фейри что это что это и что это все ну не будем тебя задерживать что надо было сидеть дома возвращаемся давай почитаем мы не видели ерман гарда с тех пор как на часа фимбул винтер я уже начал думать что ему как-то удалось покинуть озеро девяти но нюксюндри нас не подвел мировой змей отклинулся на мой зов но когда я спросил его по локи и о том что мне делать он ответил одним словом ярнвид как будто это что-то объясняет понятия не имею что это за железный лес но все-таки рад снова увидеть старого знакомого хорошо смотри а у него свои друзья и драйверов враги бестиарий у него свой короче дневник он его сам пишет ну ладно возвращаемся что поделать поиграли немножко за 3 и хорош что тебе закончить дать так какой у тебя был план заявиться на совет валькирии и надеяться что фрея встала с той ноги ну теперь я знаю где ее искать так что да именно такой сука вот он откуда слово сука узнал без слова броку что я рубнулся не вынесу его довольные рожи слушай вальдер хотел ее убить что нам было делать не уверен что она считает так же ну я спрашивать не стану к тому же те стрелы сделал ты совершенно верно и поэтому я настоясь рекомендую не делать этого итак мы узнали что он хочет попасть на совет валькирий и там на совете валькирий видимо будет ждать фрея почему она там непонятно о о разве фрея отвечала за валькирий по моему нет по моему она не этим занималась ну да ладно по моему валькирии там была своя королева валькирий селгун сингри сингрун синтисин дорогой синдрагоса кстати синдрагосе там же дополнение для варкрафта вышло она стоит 5000 рублей жесть конечно еще и подписка полторы тысячи и 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 какое же уныние лет лучниками играть ладно в horizon фабин вест с этом зердон там на луках и на прочем на дальнобойном построен весь геймплей а здесь это пока что белок никаких нет прикольных поэтому скучновато играть просто стоишь как турелька тун-тун-тун-тун-тун как увлекательно на сегодня хватит новых впечатлений нет уж мы почти пришли нам наверх или вниз пойду короче вниз тогда наверх наверх она да я отсюда пришел ясно понял тогда он только в одну сторону как же тут ничего не видно вообще абсолютно может это знак хватит ныть я тебя поймаю в этот раз не уроню честно класс я тогда просто пройди между мирами ты ведь знаешь это так не работает хотя клянусь без мой очень жаль видишь не все так плохо искренне надеюсь что больше мне никогда не придется такого делать моя лавка как знаешь ты мне поможешь что-нибудь сделать нет ну ладно пойдем что-то я не хочу один идти то ты точно хочешь идти туда с той самой стрелой что убила ее сына я спрячу ее под рубаху и потом это напоминание быть лучше чтобы быть лучше тебе нужно орудие убийство она придает мне смелости это что так плохо попробовать стоит что это было сейчас вот эти бочки все время дурацкие о смотри дракарчик стоит ты уверен что это хорошая идея у тебя даже плана нет брок говорит некоторые питаются хаосом думаю он прав почему ты считаешь что это сработает ты же рискуешь жизнью береди рагнарёк вариантов нет обездействовать нельзя как можно жить если скоро всему конец ты там убираешься убирайся молча голову мне не делай какой же стране совет наверное если идти вперед и вверх в итоге думаю так кстати чё по опыту у меня 250 ну-ка может чем-нибудь могу прокачать уже 250 нужно 235 до утра стоят не так что делаю или что окей вот подбил его ну давай вот все подбил его отлично вот одного мы подбили и чё нате нате эволюционировал чем еще камень звука а-а-а камень зла и чё раз разобрался можно нормально пройти теперь на иногда я просто офигеваем давай а 1250 дали шкин кота находит ресурсов для кратоса под форме вам до звезде комнате если бы отец меня сейчас увидел бы разорался лет так бы жопу в кровь искали стал своими клинками скрывать как тебе доверять если то лжешь вообще то хороший вопрос если бы ты меня послушал я могу сказать то же самое угадаю кого я этому научился и Явва! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Увлекательный гиплей Отлично! Продолжение следует... Хилку на потом оставим Мне она сейчас пока что и вообще не нужна Продолжение следует... Какие-то гениальные загадки, да? Продолжение следует... Я справлюсь, так? Да, я справлюсь Да Фрейя должна быть где-то рядом Надо искать большую дверь Как же здесь темно и ничего не видно У меня столько барахла Мне кажется, я всю амуницию прокачать могу Всему... Всему Асгарду там не знаю, еще чему-нибудь Не, не разговаривает А вот Эй, там, внизу Эй, ну, пришел в себя? Да, в смысле... Я не передумаю Тебя тердают сомнения Эй! А тебя никогда? Это лучше, чем сожалеть Ну, все Так, вот и дверь Валькирия Ага Привет, Фрейя Что? Я не могу навести знакомую? Что тут странного? Ну, даже если я виноват в смерти твоего сына Это не значит... Так, вот об этом, пожалуй, лучше не упомянуть Что-что? Почему у меня на шее наконечник стрелы? Той, что убила твоего сына? Отличный вопрос Мне конец Ну, да Иногда бывает полезно прорепетировать И понять Ну, попробуем Ну, вон она сидит там возле Валькирии Возле совета А совет должен быть где-то тут неподалеку Хорошо, все, затыкаюсь, смотрим Кацана Фрейя! Лучше бы ты остался с Синдри Стой! Хватит! Где твой отец? Отвечай! Не здесь! Он послал Нет! Он не знает! Зря ты пришел Он отнял у меня сына Почему ты считаешь, что я не отомчу? А? Ты не такая Поставишь на это свою жизнь? Да что ты знаешь обо мне? Но ты меня еще не убила И пока ты об этом думаешь Может, отпустишь меня, и я скажу, зачем пришел Если просить за своего отца Не утруждайся Его судьба Решена Ты же знаешь, кто во всем виноват Мне не одолеть Одина Да и не надо Рагнарёк его убьет И тебя тоже, если что Да? А если я скажу, что Он приходил в Мидгард Он пришел к нам Предложил мир Если мы не вмешаемся Сказал, что Рагнарёка Можно избежать Он лжет Возможно Но ты ведь знаешь пророчество Гроа Все зависит от армии великанов Великаны ждут войны в Йотунхейме Нет Я там был Нет никакой армии Великанов больше нет Лишь я Ты? В Йотунхейме Мы узнали правду Моя мама была последним стражем великанов в Мидгарде И это не все У великанов есть пророчество обо мне Они зовут меня Локи И возможно Мне суждено Остановить Одина Как-то Но раз великаны погибли А тебе не убить Одина Он уже победил Может нам объединиться Ты же можешь сражаться Я не та Что прежде Ладно Ладно Но мы нашли Тюра Может если ты поговоришь с ним Тюр жив? Да Мы пошли за ним Свартальфхейм Это невозможно Девять миров закрыты Для всех Нет Мы открыли путь Но не знаем Что делать дальше Но если мы объединимся Молчи Хватит Биться с ним будем Значит Сейчас же уходи И никогда не возвращайся Иди пока я не передумала И не жди пощады для своего отца Пощада будет Я так понимаю Ну что ж ребята Фрея Беседа не оправдала моих ожиданий Но все могло быть и хуже По крайней мере Теперь я точно знаю Что она не хочет меня убить Похоже ей было интересно узнать О визите Одина И о том что Тюр жив И я остался последним великаном И особенно путешествую между мирами Понятия не имею Что она будет делать дальше Надеюсь она не использует Всю эту информацию Чтобы снова на нас напасть Да Об этом я не подумал Это точно Ну что ж Давайте дойдем сегодня До конца тогда уж Эту миссию Все равно там Пока там Бился со всеми делами Там со всякими этими Несколько попыток у меня было О Загрузки металла Из храма Тюра С камнем звука В котором звучит эхо Духа воина И куда мне его В броню О Нифига себе Враги на которых действует звук Быстрее оглушают Атаки В близнем В бою Прикольно Слушать Три аксессуара Можно засунуть сюда Вместо брони Я так понимаю Здесь они без характеристик Чисто с пассивными Использователями Короче Как тринкеты Вы Какого нибудь World of Warcraft Язык заплетаться Стал Мне пора на обед Уже идти Сейчас да пройдем Тогда уж Красиво да Так Я слышал ворона А это то место битвы Где молния замерзла После того как молот схлестнулся С топором Кратоса Ну Я остался жив Но ответов не получил Так что Похоже Все это время Потрачено в пустую И я ни за что Не признаюсь В этом перед Синдре А надо бы Хорошо что лазать я люблю Ну куда дальше то А вот пещер же Ялпа Ох Слава Эмиру Ты цел Как все прошло Я уж начал бояться Синдре Я же говорил Что справлюсь Но Похоже Она не поможет Где ожерелье Я решил Избавиться от него Она его забрала Да Тебе сегодня повезло А теперь скажи Каково это Питаться хаосом Ага Ага Аккумулет разряжен Как же вовремя Обожаю такие моменты Давай Нужна Нужна Один момент Да ёптель моптель Перемонтировать Да что нужно их перемонтировать Для ютуба А не только для вас Для бустеров Давай Помощь твоя нужна Однозначно Да ёбаный рот Отлично Почти убил его И только сейчас Можно добить его Ай пи*** Трэки Жесть О 1200 опыта Не-не-не-не-не Оружие давай Лук Способности лука Отлично Прокачиваем Всё Починив всё потом Пойдём отсюда Пока ещё кто-нибудь Не попытался нас убить Да Хорошая мысль Днешним по-моему Никак не меняется Твоему отцу Раз уж ты вышел Оттуда живым Нет уж Он тебя убьёт Верно Кстати К слову о секретах Я хочу с тобой Поделиться кое чем Так А кое чем Он поделится Уже следующей серии Запишу ещё одну Позву как поем Всё Господа Всем спасибо За просмотр Всем счастливо Всем до новых Встреч Понятно Да блин Когда мне возможность Появиться Призывать своих волчков Если конечно Здесь можно Попався Видали как Стрелы чётко В голову летят Блин Ясненько Понятненько Интересно конечно Трэем играть Своеобразно Это знаешь как У Кратоса Оторвать две руки Вот так И он будет только бегать И головой бить Вот примерно то же самое И плеваться далеко ещё Или камнями пинаться Знаешь камень такой Берёшь на полу Пинаешь И в кого-нибудь врага Вот примерно такие же ощущения А когда блок ставят Просто спиной разворачивается Как им отражаться Это же калич Пиздец Просто немощь какую-то И всё Цебред Ладно калич Давай Уже урона нет Вы посмотрите На это количество Что это Это урон А перепрыгнет Вообще урона нет Ну просто нет урона Кто сказал Что это будет Охренительная идея Играть от Рэем Сделав его Таким вот каличем Пиздец Просто пиздец На себе он прыгать Увидели Как он Могет Похоже на издевательство Небольшое Давай-ка Давай-ка Понял 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 Как же нелегко живет От Рэем Бригинь Если бы ты игрек Оператив Не удивлюсь Если он появится Здесь в будущем Ялпа Пиздец 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 вот отлично бежим матра это конечно издевательство просто над человеком какого-то после кратоса играть за слабого лучника я пока что в шоке еще выбросил а я Девушки отдыхают. Ух, жесть! Как ты сдох? Ну как ты сдох-то сейчас? Ну давай, чё бы не попромахиваться ты ещё, да? Пиздец, не сложно. Да я... Ну чё это... Как в это играть? Как них быстро убивать? Попадай в голову, окей. Да просто, ну ты там, только вы посмотрите, вот, ну как мне нужно так мощно по нему стрелять? Ну, блядь, как это что сейчас было? Вот стреляем в голову. Раз, два, три, четыре. Ну хотя, слушай. Оп. Вкибит очку. Понял. Давай. Эрваута. Это вообще... Тупо потраченная вилка. Ёлка! А чё не поворачивается? Он просто перестал поворачивать. Джойстик перестал работать. Чё за бред? Короче, сейчас он сядет, я его поставлю на зарядку и возьму новый джойстик. Ну как новый, оригинальный, который был от консоли. Попробуем через него поиграть. Может что-нибудь получится получше. Ну а так почти прошел. Интересно, один Атрейнус будет игровым персонажем дополнительным? Или еще кто-нибудь появится? Кто знает, кто знает, игра большая. Долго делали, четыре года. Тем более, что у них все уже было готово. Осталось только написать сюжет. Немножко видоизменить боевочку. А весь движок, графонии и почти все локации уже были готовы. Так что они долго делали. А все, пожалуйста, лагерь. Пизд. Да, пизд. Кушать хочется уже. Давайте убьем сейчас этого босса и пойду на обед. И все. И наверное продолжу записывать уже на следующий день. Пойду помонтирую все материалы, которые у меня остались. А там у меня смонтировано только три серии. Я сейчас уже девятую записываю, по-моему. Потом еще нужно записать их и смонтировать. Еще нужно их перемонтировать для ютуба, а не только для вас, для бустеров. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.